Привет, друзья! Это я с Фёдором, старым своим другом, с которым в 83-м году, кажется. Сейчас посмотрю. Так, в 83-м году мы делали испытание метода ключ в Институте биофизики Минздрава СССР, и он там был в группе, которая как раз-таки экспертная группа. Вы представляете, там мы можем моделировать самые критические ситуации, даже выход в космос, холодный космос. Институт биофизики Минздрава СССР, представляете, это был такой мощнейший институт, и там как раз-таки я метод ключ. Там испытатели, которые были научены уходить в состояние этого транса, моделировали себе разные случаи. И, ну, в общем, короче говоря, дело не в этом, а дело в другом. Я с Фёдором записал Zoom. Сейчас я найду, где я записал, чтобы поставить, и вы все посмотрите. Там большой разговор, очень важный, и о жизни после смерти, и о том, как развивать творческие качества, и есть ли вообще жизнь после смерти, и почему человек там иногда в этой клинической смерти чувствует как бы ситуацию со стороны. И там я говорю, что это не доказывает, что я здесь после смерти, это доказывает, что мы все одинаковые, что в конечном счёте, раз мы одинаковые, мы, может быть, и договоримся. И там я рассказываю, в чём наша одинаковость, мы с Фёдором там обсуждаем. Я его не видел, и ВКонтакте не видел в нашем видео много лет. И вдруг он вышел и рассказывает историю, и вы посмотрите, как это удивительно, и что мы с ним там наговорили. Это очень важно. Для сокращения кризисов и войн на планете, и сохранения разума на Земле, и развития в человеке творческих качеств, использование энергии неопределенности, стресса, вот этого страха, обид каких-то своих, вот этих напряжений, использовать для создания шедевров. Вот это как сохранить, как сохранить и реализовать себя в современных условиях. В условиях как раз-таки, а эта девочка, которая была у меня там и педагоги, и школьники, и директор школы, в азбуке саморегуляции для детей, родителей педагогов, тоже много лет назад. Там вот это упражнение, и вот здесь на картине, которую мы все вместе будем дописывать, пишите комменты, и там в зуме вы увидите, когда я выложу зум, мы с Федором об этом говорим, что у меня есть такой формат коллективного разума. Когда мы все вместе создаем шедевр, мы ее допишем, и она станет шедевром. А здесь пока вот это упражнение. Мы там обсуждали, почему вот это прием, это упражнение является знаковым для понимания, что это речь идет о методе ключа. На всех разных сайтах, моих и не моих, которые берут некоторые в согласии и становятся моими последователями. Неких даже не спрашивая, и поэтому потом обрывается связь. А так бы я им помогал. Итак, друзья, ждите. Подписывайтесь на YouTube-канал, Telegram подписывайтесь, на все мои. Инстаграмы подписывайтесь, потому что там сейчас пойдет такое, такое, такое. Потому что я уже знаю, как использовать даже сон для создания изобретений. Я уже знаю, как помогать группам, которые находятся в чрезвычайных ситуациях, вот на каждый день пишут, а я им даю совет. Это чтобы человек сохранился человеком, чтобы его не расчеловечивали. До встречи. До встречи.